Добрый день! Сегодня в программе «Студенческий городок» поговорим о журналистике, науке и не только, и все это по-студенчески. Научный журнал «Квейсти» у Росика Уральского федерального университета сегодня известен во всем мире. О работе, редакции и о новых проектах узнаем в следующем сюжете. «Квейсти» у Росика – научный журнал, созданный учеными Уральского федерального университета. Индексируется в ведущих базах данных, определяющих рейтинги научного цитирования. Это действительно так. Мы, мне кажется, чуть ли не единственные среди гуманитарных журналов, которые представлены в двух списках – и в «Скопусе», и в «Эпофсайнс». О чем мы сообщили своим, прежде всего, авторам и, конечно, читателям. Одна из наших задач, конечно, это удержать наши позиции и усилить наши позиции в этих базах данных. Потому что там существует своя внутренняя динамика движения, система квартили, так называемая. Это уже зависит от цитируемости. На формирование команды, подбор авторов-рецензентов, составление дорожной карты ушло несколько лет. Сегодня научный журнал известен во всем мире, особенно среди ученых гуманитарных наук, изучающих историю и культуру России. Мы всегда пытаемся представить наш журнал практически на всех международных конференциях. И вот эта наша поездка в Париж – это был тоже один из шагов подобного рода узнаваемости журнала. В книжной выставке Парижа нам был отведен целый день. Мы рассказывали о нашем журнале, показывали презентацию, рассказывали об авторах журнала. Ну и кроме того, параллельно мы там участвовали в специальном семинаре исторического общества «Сорбонны», где тоже презентовали наш журнал, ну и рекрутировали авторов, конечно же. Первый выпуск журнала вышел в свет в 2013 году. И с тех пор многое изменилось благодаря активной работе редколлегии. Сформировался обширный круг авторов и читателей. Журнал выходит четыре раза в год в электронном и печатном виде, на четырех языках. Название издания на латыни. Мы нашли вот это название, и мне кажется, оно очень удачное. Потому что, с одной стороны, оно узнаваемо, потому что понятие «квестио», то есть исследование, изучение, даже где-то детектив, оно действительно легко сейчас узнается, потому что квесты существуют сейчас везде. Ну а «Ростика» – латинизированное название России. На самом деле, понятно, что в латинском языке «Русь» никак не называлась, в классической латыни. Но это такое латинизированное название, которое было придумано вот еще в XIX веке. Нам показалось, что это сочетание очень хорошее. Оно звучное, оно короткое, и к нему легко привыкнуть. Структура журнала внутри, она тоже вся названа по-латыни. У журнала есть своя книжная библиотека – дополнительные издания монографий ученых с мировым именем. В плане это серия монографий, посвященных русской тематике, историко-филологической, гуманитарной в широком смысле этого слова. Книг, написанных нашими российскими авторами, уральскими, не только уральскими. А также наиболее интересные книги, которые были написаны о истории России, о культуре России, нашими зарубежными коллегами, переведенные на русский язык. Статьи авторов поступают в редколлегию, а затем бесплатно публикуются в журнале. Выпуски журнала ученые всего мира также получают бесплатно. Научный, статусный, хороший журнал – это та самая королевская роскошь, которую не всякий может себе позволить. Научный журнал – это не глянец, это не журнал мод, это не журнал про автомобили, это всем понятно. Поэтому, скажем, совершенно исключено в качестве финансовой поддержки, размещение в научном журнале рекламной какой-то продукции. Это всегда престиж. Выпуски журнала распланированы на год вперед. Статьи проходят отбор, редактируются, особое значение уделяется переводам и адаптации научных текстов на иностранные языки. Широкий спектр гуманитарных наук о России. Соответственно, тут и историки, и литературоведы, и языковеды, и культурологи. То есть это очень широкий спектр гуманитариев, которые пытаются с разных сторон объяснить, и российских ученых, и зарубежных, феномен России. Вот что это такое? Государство, пространство, люди. Историки и филологи, которые оказались чрезвычайно интересными учеными, интересными людьми, которые очень усердно и плодотворно работают, издают журнал, который стал известен во всем мире. Это Квестеросика, например, который я тоже получаю, который доступен в интернете и который ценится очень высоко. Профессор Манфред Шруба, знаменитый европейский словист, сегодня изучает специфику русской эмиграции первой волны. В Уральском федеральном университете ученый с мировым именем провел лекции и семинары для студентов. Для того, чтобы достичь успеха в мировой науке, Манфред Шруба советует не терять энтузиазма и постоянно следить за новинками в научной сфере. Я им желаю читать как много больше, оставаться при этом любопытными, открытыми, изучать иностранные языки. Каждый новый язык расширяет горизонт в каком-то новом направлении и придает знания. Чем более этих знаний, тем легче выйти на свой путь. Ученые договорились поддерживать дружеские взаимоотношения в планах публикации статей, участия в научных конференциях, обучения студентов. В Уральском федеральном университете торжественно вручили дипломы. Специально для выпускников всех лет состоялся концерт группы «Градусы». О том, как это было, расскажут наши корреспонденты. Более пяти тысяч выпускников Уральского федерального университета получили долгожданные дипломы. Поздравить выпускников пришли преподаватели, студенты, родственники и друзья. Эмоции переполняют. По одной простой причине у меня красный диплом. Я самый счастливый человек. А просто на самом деле это даже важнее не для меня, а для моей мамы. Так что мама, у меня красный, все классно. Сбора к выпускному – важный шаг, особенно для девушек. Я перемерила около 30 платьев. Но как-то выбрала. Это молодой человек подсказал, что красиво, все решили. Сложный зачет, слезы радости или грусти, шумные кампании, веселые вечеринки. Это и не только вспоминали выпускники 2017 года. Больше всего запомнилось мне, как я сдавал физику или сдавал астрономию. Я сдавал их по 10 и 12 раз. И это было круто. Универе было круто. Это, собственно, школа жизни, которую я прошел. Я прошел, мне кажется, достойно. Я сдал диплом на 5. За всю студенческую жизнь было очень много приключений, сдачи экзаменов. Первые тысячи, которые я не спала по ночам, рыдала и ревела, и выучила их, и сдала. Я закончила университет с дипломом, с отличием. Сегодня приехала мама моя из Якутска. И с моим братиком это была такая радость. Как признаются студенты, преподавателям с ними было непросто. Но все же они сумели найти подход каждому. И сегодня выпускники обрели необходимый багаж знаний, который, несомненно, пригодится в профессиональной деятельности. Мне запомнилось, у нас есть такое мероприятие, как осенняя школа. На первом курсе мы все едем на базу отдыха, и там проводятся различные мероприятия, конкурсы. И, в общем, ребята знакомятся друг с другом. Спасибо преподавателям, которые нас обучали. Как им было непросто с нами справиться, но мы это сделали, и преподаватели нас обучили всему. Слова благодарности, впечатления о выпускном вечере студенты пишут в письмах, которые затем организаторы УРФУ доставят в любую точку мира. Преподаватели, друзья, родные и близкие смогут прочитать и сохранить открытки на долгую память. Я пишу письмо своим друзьям в Италию. Я им пишу своего выпускного. Сохранить на память можно и вот такие портреты. Сегодня на площадке каждый может совершенно бесплатно получить свой шарж. По времени на изготовление одного такого рисунка уходит от 20 до 40 минут. Такие благородные юные лица. Милые, очень симпатичные, образованные, скромные. Мы с собой еще не видели, надеюсь, будет похоже. То, что мы видели предшествующие работы, это очень красиво, замечательно. Сегодня для этих ребят особенный день. День, когда все волнения и тревоги остались позади. В прошлом и лекции, конспекты и семинары. И вот теперь, когда все экзамены сданы, выпускники Уральского федерального университета получили долгожданные дипломы высшего образования. Упасников 2017 года приехали поздравить известные группы «Градусы». Маршу нужны любовники и популярные диджеи. Ты скорая, я сегодня сентябрь на сторону. Мне с тобой просверлила голову. Не ищи на земле рай. В лесу страдай. Вообще, честно говоря, казалось, что нас Екатеринбург уже удивить не может, потому что мы за месяц третий раз уже приехали. Но сегодня был просто разрыв мозга. Ну, не знаю, такие эмоции. Я себя чувствую, как будто мы неделю уже без отдыха выступаем. Не то, что высосали от нас энергию, а мы отдали и нам передали людям. Просто огонь. Роман с языка снял, все слова. Прямо слово в слово хотел сказать. Мы перед концертом вот такие всегда вот-вот. До площадки дошли, потом опять вот такие. Все, настрой, самоконтроль, все, мы, энергию, инь, янь, зы, шмы. С утра, гречечка, куриная грудка, кефирчик. Спорт. Спорт. А после можно немножко расслабиться. А потом вот так опять. Для того, чтобы выйти из депрессии, необходимо направить энергию в творческое русло. По словам группы «Градусы», именно в этом состоянии чаще всего создаются песни, которые затем становятся популярными хитами. Секретом успеха со студентами поделились солисты группы «Градусы». Если ты занимаешься тем, что тебе не доставляет удовольствие и есть какие-то вопросы, то мне кажется, нужно иметь смелость с этим завязать и пытаться начать что-то новое. Это важно, потому что всегда страшно от чего-то отойти, что уже приелось и как бы вошло в рутину и начать что-то новое. Потому что, ребята, если вам что-то не устраивает, просто жгите мосты и пытайтесь найти то, чего вы будете наслаждаться и работали. Жизнь, любимые люди. Не впадайте в уныние. Да, это самое главное. Не впадайте в уныние, все будет хорошо. Депрессия, депрессия. Надо даже от депрессии находить свои положительные эмоции. Ну, в творчестве, в депрессии можно написать несколько хороших песен. Кстати, в плохом настроении песни пишутся чаще, чем в хорошем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А на сегодня это действительно все. Увидимся на следующей неделе, как всегда, в программе «Студенческий городок» на телеканале ЕТВ.